А-а-а, это же тот самый клип. Короче, человек с никнеймом Буханство. Спасибо большое за донат. С текстом можешь поподробнее разобрать клип мастера Демоль Времени и текст песни? Бобот за моральный ущерб. Большое спасибо, да, за весьма щедрый донат. Ну, я, конечно, много раз видел этот клип. Вот. Абсолютно потрясающий. Текст тоже сейчас давайте попробуем поподробнее разобрать, что я не помню, честно говоря, о чём там текст. Сейчас мы его будем слушать, читать и всё вместе. Это же то, о чём я думаю? Да, видимо, да. То есть сперва начинается вроде нормально, но как будто это лайв-концерт. Кстати, Маисий, мил Любников, к диким Мухтарам Фреда присоединился. Он написал, что... Я чё-то видел, да, где-то. Бля, какой долгий, сука, донат за 2 рубля, пиздец. Ну, что это за дела вообще? Бич-донаты, они типа не для такого сделаны. Хотя, похуй, ладно, засрать. Что мне дороже, 2 рубля или комфорт того, кто будет смотреть это в записи мою реакцию или на стриме? Конечно, 2 рубля, блядь. А чём вопрос? 2 рубля — это 2 рубля. 10 баксов — это 10 баксов. Спасибо большое, Рифмобес. Считайте, что это реклама. Вместо рекламы у меня донаты. То есть это что-то такое... Ну, короче, что общего между донатами и рекламой? Это некая хуйня, от которой один человек тратит деньги, один человек получает деньги, и много людей страдают при этом. Ну, как бы... Но в этом и заключается весь смысл. Вот. Так что, как бы, как реклама является таким необходимым, обязательным страданием для того, чтобы контент был бесплатный по итогу. Ну, или как минимум условно. Вот считайте, что... То есть бич-зрители, которые возмущаются, что... Вот считайте, что это реклама. Благодаря этим донатам вообще есть контент. Хоть какой. Ну, именно отменяется. Ну, а нахуй вам нужен контент с кого-то еще? Я не понимаю, что там реакции. Потому что кроме меня, к сожалению... Не, ну, может, я знаю, но я вам не скажу. Ну, короче, вы поняли. Смотрите только на моем канале. Это честная критика. Кондер пропал. Блин, две минуты вступления. Ну, короче, называется... Пошли потусить. Заодно взяли какую-то подругу с зеркалкой. И такие... Блин, а нафиг мы, типа, клипы там дорого снимаем? Пацаны, ну, какую-нибудь фигню сейчас выпустим. Нормально будет. Ну, то есть... Я думаю, это уже просто все много раз обсудили. Всем все понятно, то есть, что это... Ну, типа... Если бы я такой клип выпустил, наверное, это... Да даже, наверное... Даже для меня это уже было бы слишком отстойно. Вот. Хотя, ладно, нет. Для меня отлично. Но, блин, типа, ну, короче, да. Отстойно, когда... Мастер там, хуй знает. Скипеловым там выступает. И вот так. То есть, это воспринимается, как... Ну, типа, блядь, челы зажидели порадовать зрителей как следует. Снять клип нормальный. Так, текст, короче, отдельно почитаю, потому что впадло. Сумрак над всей землей я вижу, веет холодом и мглой, смеха веселья струны и перья. Клавишечный бой. Я вижу, времени лента бежит зме... Змей. Написано. Демон времени ждет в тишине. Ну, короче, в принципе, ничего такого супер ужасного в тексте нет. Это обычная пауэр-металлическая дресня. То есть, просто самое главное упоминать всякие мрачные вещи. Там, царство тьмы какой-нибудь, царство тьмы, царила тьма, пылает огонь и, значит, что там у них там... Время идет чередой, там, песок меж пальцев. Ну, короче, эпическими словами описать какую-нибудь... Ничего не описать, короче, вы поняли, да? Генератор блок... Фу, господи. Пауэр-метал песен. То есть, там, на английском языке должно быть Eternal, Everlasting, Burning Sunlight, значит, Moonlight и так далее. Night, Might, Fight. А тут, ну, что-то про судьбу должно быть. А есть, кстати, хоть одно упоминание судьбы ради интереса в этом песне? Судь? Нету судьбы. Это оплошность. Может быть, бой? А, клавиша резкий бой. Ну, это не совсем. Ну, короче, должен быть бой с судьбой обязательно. Там, вот так вот. Что-то такое. Неправильно сделали. Герой должен быть еще. Ты есть герой? Скажу нет. Чиперия, блин. Чип. Я знаю, чип. Но я вам не скажу. А просто если ставишь шаман в название стрима, тебе снова подкручивают. Ты еще нет. Сыплет мне шпай. Сыплет, блин. Слово такое отстоит, кстати. Сыплет. Сейчас там на планшете листаешь свои фотки. Ну, блин, был бы у меня планшет, я бы только этим и занимался. И сразу бы на это был планшет Apple. Я бы слушал радиохэд тогда. И листал до своей фотки. И не только свои, и других очень тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тише нет, сыплет мне с пальцем песок Ну, клип, короче, мы поняли, но и песня, кроме тех, кому нравится этот жанр, абсолютно неинтересная То есть, если ты фанат, типа, русского, там, power metal, ну, нормальная песня, там, обычная, находная Если ты нормал племпс, то, как бы, ну, которому может теории понравиться песня в этом жанре, то никогда в жизни не зайдет Потому что, ну, она обычная То есть, ни хитовости, ни эпичности, ничего нет, типа, ни Dragonforce, там, блин, не я свободен, никак вообще И вот что там Не пройди свой путь Яблочный Стас Может быть, это постырония? Как лежать в аудитории 46 человек? Самое главное, чтобы в названии было написано Шаман То есть, тетки, они, как бы, ну, понимаешь, люди на стрим заходят постоянно и выходят тоже постоянно Но, если тетки заходят на стрим и видят, они просто на этих путь больше из священных смотрят И просто вот так залипают у них пока стрим не кончится Либо пока они не кончат Так что, в принципе, больше ничего делать не надо Вокал, кстати, не особо приятно слушается здесь, в общем Делай я ведь, что ты? Осталось его подключить Если бы я помнил Блин, я это как-то сделал магическим образом Ну, скорее всего, нужно всё подтвердить, там всё заполнить, не знаю, что-то сделать Блин, реально не помню Кстати, подписывайтесь на мой бусте Абсолютно никакой пользы для вас в этом не будет Это напрасная трата денег Единственное, что вы получаете, это немножко, короче Контента, который... Ну, типа, из рубрики «Колхозное сведение» В основном старое всякое Ну, типа, там, не знаю, что-то Ранний доступ к видосам некоторым Реакции, которые не удалось загрузить на YouTube Ну, то есть, всякая такая интересная штуковина Вот Но самое кайфовое не это Самое кайфовое — это Telegram-чат Вот Там 16 человек всего, но он активнее, чем чат, где 90 человек Почему-то, я не знаю Чё, он будет 50, ребят, не надо Часто хастуете Абсолютно пользы никакой нет Да, отлично Ну и плюс я в этот чатик просто иногда сливаю Раньше всего какие-нибудь интересности Блин, он, кстати, выглядит вокалист достаточно эпично даже Типа, ну Как бы он похож на рок-звезду Чего не обо всех участниках можно этой группе сказать, к сожалению А вот, ну, по крайней мере, то, как он звучит в этой песне Такое ощущение, что вот какого-то сипа больше, чем голоса То есть он Это не потому, что он там скримит, гроулит или ещё что-то делает А вот просто, ну, слушайтесь вокал Я надеюсь, вы поймёте, о чём я говорю Каких-то обертонов Всякого-то дресни Больше, чем самого тона голоса А всё-таки тут, ну, как мне кажется, этот жанр подразумевает такой, ну, прям, пронзительно чистый голос То есть вот тогда кайфово, а так как-то... Ну, может, возраст, да, конечно Ну, это не отменяет того, что есть с этой песней Вот По-моему, Маклавдова, он фанат, самое главное Я её, честно, давно не видел Ну, я и Маклавда давно не видел Как бы это Бля, просто у меня так, типа Мне что-нибудь заебало Я такой, идите нахуй И всё, больше не смотрю это Ой, камера пожухла Всё, и сегодня Фред, и завтра Ещё что-то Сегодня Шаман А послезавтра вообще Брошу Ютуб Всё, уйду со стримов Уйду в монастырь И всё Вот в темноте буду сидеть Короче, ну Ну, над клипом уже, в принципе, все ржали, кому не лень, бесконечное количество раз То есть тут, ну, всё всрато Всё дёшево Всё, типа Снято Кривыми руками на Бомжатскую зеркалку Чуть-чуть врезаны кадры из концерта Вот По тексту реально, ну, честно, нечего сказать То есть, что-то прям Это просто вот какие-то Просто набор слов, которые хорошо подходят по стилистике жанра Я вот не знаю, как бы Мне было бы очень интересно, знаете У Яндекса есть, сейчас скажу Яндекс Слова в рэпе У них есть таблица В которой Перечисляются слова Которые Наиболее часто Употребляются В рэп-треках То есть это то, что они, типа, провели именно какой-то Ну, нейросетью сделали анализ Вот И То, что наиболее часто И то, что наиболее редко То есть, допустим, частые глаголы в рэпе Базарить, пиздеть, ебашить, ебать, проёбывать Ну, одни из самых часто используемых Одни из самых редко используемых Сберегать Повстречаться Тосковать Умчаться Отзываться Ну, типа, блин, представьте, знаешь Ну, прям не подходит, да Как бы Слово сберегать, оно Мне кажется Ну, я надеюсь, что это не только у меня так есть То есть, ну, согласитесь Вот, типа, слушаешь ты такую забойную рэпчагу И там, типа Я так устала тебе Тосковать Хочу повстречаться с тобой Сразу какая-то, прям, хуйня начинается полная Ну, типа Навек Невзначай Типа Что это, блядь, за слова вообще Вот, похуй, нахуй Вот это Я понимаю Типа, йоу Нахуй, похуй Блядь, слышь Йоу Ну, если только текстом То есть, не голосовым сообщением Вообще можно? Ну, окей, короче, да Давай можно Ну, если там, конечно, не миллион строчек Вот, потому что у нас там Есть какое-то ограничение на Длину вопроса Вот И есть что-то даже не это Персонажи, которые чаще всего Используются в рэпе И персонажи, которые Матрос, лётчик Жених Вы поняли, да? И, короче, вот реально Вот Нейросеть составила Максимально типичный рэп Максимально нетипичный рэп Топы по годам То есть, ну, короче Это буквально делается Ну, это можно разобрать На составные части С рэпом есть такой прикол С другими жанрами нет Без шуток С пауэр-металом То же самое Просто есть слова, которые Очень плохо годятся под жанр Или, например, под Там, в попсе даже Тоже есть что-то Ну, или есть что-то Что более-менее общее Мавитонова, да? Сергей, спасибо О, спасибо Глянем, обязательно спасибо Вот, то есть Вот все слова, которые здесь есть Они все вместе Ну, в принципе, значит Какую-то хуйню Ничего не значит Но любое из этих слов Оно отлично укладывается В рамки Типа вот Павер-металла В котором это сделано Типа Пленник Годы чередой Что-то Ветер гонит Кружит Бегство часов Демон Что-то вот Бежит змеей Веет холодом И мглой Короче Ну, прям Вот Как будто У них есть какая-то нейросеть Которая просто В рандомном порядке Расставляет слова Подходящие под жанр Но при этом Они в нее вставили Такой режим То есть Чтобы не было прям Супер тупых Банальных штук Типа там Герой с нелегкой судьбой Выходит на бой Чтобы прям Совсем уж дичи не было Ну и Как бы За исключением Того, что Нет смысла И он просто тупо Составлен вот так Ну, типа Текст не ужасный Текст нормальный Ну, мне так кажется Вот клип Отстой Музыка тоже Она не ужасная Она просто унылая Как бы и все Кроме тех Кому нравится Русский павер-метал Эта песня Нахуй никому не нужна А условно Там песня Не знаю Пройди свой путь Короче Эпидемии Она может зайти Даже тем Кто По идее Не угорает По этому жанру Потому что Песня мега убойная Все А это так Ну, проходная Штука Все Спасибо за Донат Спасибо за субтитры DimaTorzok